удар рукой и ногой. Если противник, напротив, сделал глубокий выпад, то есть возможность, произведя болевое возвестие на его локоть, раскрыть противника и вывести на удобное для атаки положение. Уход в сторону вовнутрь производится несколько иначе. Здесь одна рука выполняет блокирующие движения, а вторая наносит встречный удар. Данные действия обусловлены возможностью атаки второй рукой или ногой. Поэтому бьющая рука также перекрывает траекторию возможных ударов. Здесь также возможны различные способы завершения в случае, если встречный удар не оказался сильного воздействия на противника. Посмотрите один из них. Уход по другому вперед основан на третьем базовом движении корпуса. Разворачиваясь, защищающийся наносит череду ударов и подсекает атакующего. Уход вовнутрь также опасен с точки зрения продолжения атаки.